Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мужчины игнорируют день рождения, пишите вы. Уважаемые эксперты, для меня очень важный вопрос. Не могу разрешить его самостоятельно в полном недоумении. Мужчина полностью игнорирует день рождения. В этот день были причины не увидеться. Образовал открытку просто. Через 5 дней уже не актуально. Ни цветов, ни подарка. Причем у меня был юбилей. В прошлом году было то же самое. Но потом объяснилось, что для меня это важно. На его день рождения получил подарок от меня. На мой ситуация повторилась. Это знак того, что мужчины не серьезно относятся ко мне. Это очень странно. Ведь нам по 40 лет я вообще не подняла в этот раз темы. Но вопрос открыт. Хочу поговорить, обсудить, понять позицию, не знаю как. При всем при этом дочери в 8 лет он подарил дорогой планшет. То есть человек понимает о значимости дня рождения в целом. Как такое возможно и что за этим скрыто. Запрет задает аноним. Поэтому обращаться я выйду именно так. Уважаемый аноним, я думаю, что ваш вопрос именно с точки зрения психологии не совсем корректен. Потому что вы предлагаете нам по большому счету погадать. Как такое возможно погадать и что за этим скрыто тоже погадать. Потому что мы не знаем мужчинам, мы не знаем ваших отношений. Я думаю, что если бы вы гиподетически рассказали бы о ваших отношениях более подробно, если бы вы рассказали про ваше взаимодействие более подробно, если бы вы рассказали про то, как протекает ваше общение, взаимодействие в целом, то можно было бы как-то в данном случае уже бы это интерпретировать, да. Но то, что вы говорите сейчас, это, к сожалению, к сожалению, информации не дает вообще никакой. И говорить о том, что это не значит ничего, или наоборот, что это значит что-то, мне кажется, с равной долей вероятности было бы неправдой. И с лишним только накручиванием вас, причем, скорее всего, в ложную сторону. Смотрите. Вы пишете, не могу разрешить вопрос самостоятельно, да? Вот когда человек не может разрешить вопрос самостоятельно, это означает, что он не может самостоятельно принять решение. Да? Невозможность самостоятельно принять решение в данном случае, скорее всего, означает, что человек не может опереться на себя. В данном случае, не имея возможности самостоятельно разрешить вопрос, то есть, выбрать для себя конкретно то, что для вас это значит. Вы не можете опереться на себя. Вы не можете опереться на свои ценности, потому что не так важно, почему то или иное сделал человек. Сколько важно, что это для вас значит. И опираться на значение того или иного поступка для вас. Опираться на него и действовать, исходя из этого значения. Исходя из значения для вас поступка. Для вас, а не для человека. Понимаете? Потому что... Такой вот, если приводить пример, то человек совершает, к примеру, грабеж. Он вас грабит. И... Когда он вас грабит, он объясняет, что вот, мне как бы, да, не хватает, там, на еду, на жизнь. Вот, хочется, там, позволить себе то-то, то-то, то-то и то-то. И вообще, я, как бы, довольно несчастный человек, у которого просто не сложилась жизнь. А так, я вообще, как бы, хороший, ничего против, как бы, тебя не имею. И вы понимаете, что значит это для человека, но для вас это будет все равно важнее то, что вас грабят, то, что вас отнимают, то, что является вашим. И вы будете считать этого человека грабителем, и вы будете пытаться его наказать или вернуть то, что вас украли, или как-то еще получить возмещение. Потому что важно для вас. Так же и здесь. Вы пытаетесь понять другого человека, но по факту важно то, как вы это воспринимаете. Если вы говорите, что для вас это важно, окей, совершенно очевидно, что мужчина с этим не считается. Совершенно очевидно, что человек не откликается на важность этого для вас. Вне зависимости от того, есть у вас конфликт, нет у вас конфликта, есть у вас взаимопонимание, нет у вас взаимопонимания. Мужчина на это не откликается. Точка. И вам почему-то сложно принять этот факт, что мужчина на это не откликается. Как правило, причин у этого может быть несколько. Первое это... привязка к человеку, то есть, ну такая вот достаточно сильная привязанность к нему. И второе это, в принципе и в целом, сложность построения отношений, потому что вы понимаете, что если вы с человеком достанетесь, вам нужно будет строить другие отношения, а это тяжело для вас. Может быть. Поэтому... вот как бы вы пытаетесь его по факту оправдать. ну... с каждой из этих проблем можно, в принципе, работать при желании. Дальше. То есть, вы можете разрешить этот вопрос самостоятельно. Важнее другое, что разрешение этого вопроса вас не устраивает. Вот это очень важный момент. Вы знаете, что для вас это значит. Вы знаете, как вы хотите поступить. Но... не поступают. Дальше. Значит, в этот день были причины не увидеться, прислал открытку. что просто через пять дней уже не актуально. Вот это я не очень понял, что значит через пять дней уже не актуально. Что вы имеете ввиду? Что... вам... с этим нельзя поздравлять до, но после можно хоть весь... э... э... хоть весь следующий год. Что-то у вас... принципиально? Или что? Что такое? Ээ... Ни цветов, ни подарка. Причём у меня был юбилей. В прошлом году было пёзы слайма, а потом я объяснил ситуацию. Надо смотреть. Ээ... Мне кажется, это вопрос... Вопрос... Эээ... Внимания... Вопрос получения внимания от мужчины. Здесь тоже... Эээ... Ситуация, как мне кажется, двоякая. Ээ... Вот вы говорите, что вы объяснили... Ээ... Для вас это важно, но вопрос в том, как вы это объяснили. Если вы это объяснили с точки зрения требования, с точки зрения... Эээ... Эээ... Так скажем... Предписание, с точки зрения императива, то это могло вызвать протест. Если вы это объяснили с точки зрения... Эээ... С точки зрения... Эээ... С точки зрения... Эмоций. Это немножко другое. То есть тут опять же нужно смотреть, как именно вы это объяснили человеку. Вот. Но... В целом, конечно, ваше ощущение понятно. С другой стороны... Человек вам ничего не должен. И ваши ожидания... Подарка или поздравления или цветов... Это только ваши ожидания. И если они не оправдываются, то это не проблема человека. А проблема ваших ожиданий. И... Вы сами вправе решать, что делать дальше. Если человек не оправдывает ваши ожидания, вы можете либо... Принять его... Таким, как он есть. И продолжать быть с ним. Принимая реальность, в которой он не поздравляет вас с днем рождения. Или вы можете сказать... Сказать для себя, окей, мне не подходит такой человек. И... Рассад. Дальше. На его день рождения получил подарок от меня. А вот здесь как будто бы... Даш... Даш на даш. Получается история. То есть... Вот... Эм... Вы как будто бы говорите... Ну... Я тебе... Эм... Подарок подарила. Да... Теперь... Как бы... Ты мне должен тоже подарить. Вот. Эта позиция... На мой взгляд... Эм... Не очень хорошая. Потому что я не знаю случаев, когда... Эм... Эм... Так скажем... Подход... Эм... Баш на баш... Эм... Был... Эм... Ну... Сколько-нибудь... Эффективен. Сколько-нибудь... Полезен. Сколько-нибудь... Эм... Сколько-нибудь... Эм... Эм... Конструктивен. Для... Отношений. Эм... Мне кажется, что... Эм... Если мы... Делаем... Эм... 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 Ну... Какой-то... Подарок... Эм... Человеку... То мы это делаем потому, что мы хотим ему что-то подарить. А не потому, что мы... Думаем, что вот... Я сейчас... Эм... Тебе что-то подарю. А потом... Ты мне... Тоже... Что-то подарил. Эта позиция, на мой взгляд, несколько... Повторюсь... Эм... Связанная... С ожиданиями. Опять же... И... На мой взгляд... Не является... Эм... Конструктивной. А самое главное... Исхренней. Вот. Знаете, какая штука. И здесь довольно несложно проследить цепочку, хотя и достаточно условную. Эм... Того, что вы объясняете человеку, что день рождения для вас важно. И дарите ему подарок. Мужчины понимают... В этом случае, что вы... Эм... Вот. Объяснив, что для нас важно для вновления. И подарив ему подарок, ждете того же самого от него. А он... Не хочет делать что-то только потому, что вы от него этого ждете. Возможно, для него здесь теряется некоторая... Магия. Некоторая интимность. Вот. Хотя, безусловно... Это все в данном случае... В лучшем предположении. Вот. Но повторюсь. Эм... Вы здесь оперируете темой баш на баш. Вот. Когда говорите, что он подарок свой получил на свой день рождения. Вот. Это, на мой взгляд, не самая лучшая позиция. Вот. То есть, если вы... Эм... Эм... Чувствуете себя... Как... Как бы, ну... Эм... 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 Там... Допустим... Несправедливо. То... Это означает, что вам... Ну, как бы... Тоже, наверное... Эм... Подарок дарить... Человеку не стоит. Вот. Я ни в коем случае не хочу... Эм... Упрекнуть вас в... Эм... 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 Не искреннести. Ни в коем случае. Вот. Но просто хотел бы... Эм... Затронуть... Эм... Эм... Данный аспект. Мне кажется... Это... Важно. Вот. Дальше идем. Так. Эм... Это знак того, что мужчина не серьезно относится ко мне? Спрашиваете вы. Но откуда же нам знать? Если человек в остальных... Эм... Своих проявлениях... Относится к вам серьезно? По вашим ощущениям? То нет. Это очень странно. Ведь нам по 40 лет. Я вообще не подняла на этот вопрос тему. Но внутри вопрос открыт. Как связано... Эм... То, что вам 40 лет... С тем, что это странно. Хочу поговорить, обсудить, понять позицию. Я думаю, что... Вас это как-то задевает. В первую очередь. И вам в первую очередь надо бы разобраться с тем, как именно вас это задевает. Как будто бы это обесценивает вас. А может быть вы боитесь, что к вам относится не серьезно и просто использует. При этом дочери в 8 лет он подарил дорогой планшет. Я не очень, так скажем, в данном случае вижу связь. Точнее, не очень в данном случае вижу корреляцию. Дочь чья? Ваша? Его? Ваша общая? Чья дочь? Вот. Потому что если дочь ваша, значит у вас был уже как минимум один опыт неудачных отношений с мужчиной. И его нужно разбирать. Потому что с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, те негативные паттерны поведения могут повторяться и в данных отношениях. Если это дочь его, то получается, что вы ревнуете. Это другое направление. Если дочь ваша общая, то непонятно, почему вы называете мужчину мужчиной, а не своим мужем. То есть если вы не являетесь семьей, то ваше отношение также нуждается в исследовании. Понимаете, да? То есть человек понимает о значимости для родины в целом, как такое возможно и что за этим скрыто. Почему-то вы думаете, что психологи знают, что за этим скрыто. Я вот, например, в своем ответе довольно много занимался предположениями. Но я не думаю, что эти предположения хоть как-то могут вам помочь. Я думаю, что единственный путь, который для вас реален, это путь формирования и опоры на свою позицию. Вот. Одновременно с этим проработка ваших, так скажем, болезненных мест. Не в том смысле, чтобы их решить, а в том смысле, чтобы вы их свободно проживали. Например, вам не приятно, что мужчина не поздравил в одном роде? Ну, вы так пишите ему, что привет, слушай, мне не приятно, что, там, ты меня не поздравил, не поздравил. И все как бы. Вот. Но для вас почему-то это проблема. Вот. И также повторюсь, что вам надо как будто бы обесценивать. И в целом, как будто бы вы, вот говоря о том, что мужчина может не серьезно к вам относиться, как будто бы, ну, не уверены в себе что-то. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, тоже нужно поисследовать. Поисследовать здесь, мне кажется, тоже нужно несколько раз, несколько более подробно и более внимательно разобраться, потому что, ну, в противном случае просто много останется моментов, так сказать, не освещенных, без которых сложно будет сделать какие-то выводы. Ну, а там все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.